Здравия и процветания! Данное видео продолжает тему мистическая Одесса и в каком-то смысле можно сказать, что это первое видео, в котором я постараюсь подвести некоторые итоги того, что, собственно, на протяжении последних лет мне удалось обнаружить в Одессе, именно на зданиях, именно имеющие ведический смысл. Напоминаю, что на моём канале уже есть ряд видео на эту тему. Во-первых, это были осмотры так называемой Старой Одессы, где присутствует Грифон, где присутствует Фонтан, где присутствует ряд других интересностей. Там я снимал некоторые записи, то есть там я кое-что снимал с Леонидом Кубицким. Ну, это можно найти на моём канале и на совместном канале с Леонидом Кубицким. В принципе, что касается Одесского археологического музея, именно в плане архитектуры, именно с внешней стороны, также на протяжении разных лет, и вводя людей в этот музей, показывая им то, что, собственно, присутствует в музее, я периодически именно акцентировал внимание и на самом здании. В какой-то степени это касается и Одесского краеведческого, историко-краеведческого музея. Там также есть очень много древней и важной символики. Хоть само здание далеко не древнее. Его-то и старинным можно назвать с натяжкой. Но, так или иначе, символика, именно что называется древнее и даже очень древнее, несмотря на относительную молодость самого здания. Также, в принципе, что касается Мэрии, допустим, на Одесском городском совете, на Мэрии присутствует изображение Гермеса и присутствует изображение Афродиты. И надо сказать, что на Мэрии, вот прошу обратить ваше внимание, именно на Мэрии, это чисто в греческом стиле. Понимаете, по Одесской Мэрии, есть некая символика, которая присутствует сверху, ближе уже уходя под свод крыши здания. Но сами изображения Афродиты и Гермеса чисто в греческом стиле. Тут у меня никаких претензий на славянскость данных изображений нет. Снова, что касается Одесского оперного театра, эпизодически на нём попадается некоторая ведическая символика. Именно что называется эпизодически. Но она не имеет целостной своей структуры. И часто эта символика немного, а иногда даже и очень много искажённая. Более-менее чистыми образцами являются, например, те, которые у светильников возле входа в Одесский оперный театр. И в сравнении с оперным театром более интересно даже здание, которое присутствует рядом с ним. На этом здании, если, к примеру, идти от археологического музея в сторону оперного театра и смотреть дальше, то на этом здании сверху видно изображение Стребога, известного также как Осирис в египетской мифологии. И по обе стороны от него Славуния, она же Исида в египетской мифологии или Рея в греческой мифологии. И с другой стороны присутствует Дива, она же Нефтида в египетской мифологии и она же Гера в греческой мифологии. Дело в том, что хоть у Стребога была всего лишь жена Славуния, но Дива также родила от него одного сына, поэтому данная троица имеет право быть. Вообще, на этом здании очень много символики и верхнее круглое окно в неком пирамидальном своде. здесь также имеет как раз в себе ведические идеи Солнца над пирамидой и солнечных лучей. Общая символика здания в качестве четырёх колонн напоминает на, намекает на Аллатарва, на вселенское образование, в котором находится всё остальное. И в самой Вязи можно найти ещё очень многое. В самом же низу здания присутствует изображение четырёх сыновей Гора, Хорса. Они известны также в славянской и в египетской традиции. Здесь над их головами присутствует стилизированное изображение знака Аллатарра, известного в греческой мифологии как Жезл Кадуций, который приписывается как некий атрибут Гермеса. И смотрите, как интересно. Вот мы рассмотрели эти здания, однако от них, от того, что в принципе общепринято, что да, это в центре, можно перейти к примеру к памятнику Пушкина. Казалось бы, ну Пушкин сам по себе, ну и что? А вот ничего. Сам-то он по себе может быть и ничего, но его памятник сделан также в виде ведического символа. Например, сам памятник находится в неком круглом периметре, в который в центр ведет четыре дорожки и получается также как бы четыре таких клумбы в этом периметре. То есть, по сути дела, получается четыре участка земли, разделенных четырьмя проходами. Но это явная ротайская символика, явная символика креста в круге. Дальше. Сам памятник Пушкина находится на неком постаменте. Постамент имеет четырехугольную, четырехгранную форму. И, по сути дела, это некая модификация обелиска. Такого, который известен как египетский обелиск, который имели моду устанавливать в Европе, привозя с Египта. И это вообще, поскольку обелиски раньше в Европе использовались, то это отдельная история. Но, по сути дела, это обелиск несколько модифицированный, где с одной стороны написано, что это памятник Пушкину, с другой стороны написано дата возведения. И по четырем сторонам этой четырехгранной основы присутствуют изображения четырех стилизированных дельфинов над четырьмя чашами. Это явная символика Ал-Атарра, то есть вселенского столба, в котором присутствует все мироздание. Дальше все вот это находится на неком ступенчато-пирамидальном постаменте, что также, сами понимаете, имеет древние прототипы, в частности в архитектуре пирамид из Эккуратов, которые присутствуют по всей Земле, по всей Земле. Это не только Египет, это не только Месопотамия, это и Мексика, это и Китай, это и Босния, это и те или иные храмы даже в Скандинавии, и на Руси, и в Индии. Как бы сложнее сказать, где этого не было, но не было это там, где не было ведической традиции культуры, где не было архитектуры, где были просто шалаши, вигвамы, юрты и всякое такое. Вот там этого не было, в остальных местах это было. Можно вернуться, к примеру, и на улицу Дерибасовская, на которой также на ряде зданий есть та или иная заимствованная, скомпилированная, неправильно используемая та или иная. Я не говорю, что очень чистая, не говорю, что очень такая вся из себя хорошая, та или иная, но ведическая символика. Однако на одном здании ведической символики, пожалуй, больше, чем в некоторых, так сказать, новоиспеченных ведах, которые пишут некоторые современные, так сказать, отцы-основатели новых, так сказать, славянских религий. И что интересно, на этом здании, по сути дела, в основном это изображение Гермеса и изображение Афродиты. Да простят меня боги, поскольку это, если приводить некую аналогию с греческой иконографией. По сути же дела, это изображение Ра и изображение Рады. Ра изображается крылоглавым, Ра изображается солнечным знаком на лбу, Рада изображается в окружении неких священных растительных орнаментов и с изображением двух противостоящих животных. Как видим, принципиально, что нам соотношения в окружении будет в окружении в окружении двух